Хочем собакочку ставить лапки, совершаем повторы, бывает ошибаются, но ничего страшного. Главная наша задача правильно объяснить собаке на первоначальном этапе. Ну и в дальнейшем сформировать ассоциацию, чтобы собака в дальнейшем понимала команду. Вот с одной стороны можно с другой. Вот здесь, вот с этой стороны есть у него привычка уже, видите, лапой по руке бить. Да, когда собака делает не совсем то, что нам нужно, мы это не закрепляем. И когда у собаки получается, мы ее поощряем, даем ей еду. Играем, гладим. Вот, отлично, хорошо. Это поведение можно разделить на отдельную составляющую, можно учить собаку полностью запрыгивать. Либо только лапы ставить. То есть, или-или. Ну и достаточно, молодцы. Отличники. Попробуйте просто взять еду, не наводить рукой над тумбой и посмотреть, сделает он сам или нет. Дайте понюхать. Да, да. Дайте понюхать. Да, да. Понюхать еду, понюхать. И просто стоим. Не наводим, это уже на виденье. Просто стоим. Стоим. Ждем. Терпение. Постойте, подождите. Подразнили чуть-чуть движением и рукой с едой, подразнили. Не над тумбой. Побегали. Подразнили. Побегали. И к тумбе подбежали. И встали, стоим. Еще раз. Побегали так же. И стоим. Не бегаем. Стоим, стоим. Не бегаем. Лает. Не бегаем. Молчит. Смотрит вообще в сторону. Еще побегали? Сюда. Скорей, скорей. Обратно возвращаемся. Стоим. Еду дайте понюхать. Он забыл про еду. Неинтересно. Все, он начал отвлекаться. Ну, окей. Это усложнение не будем предлагать. Здесь я хотел попробовать просто убрать жест. Просто стоять. И, возможно, бывает, собака опережает нас. Мы работаем еще на одном этапе. Она уже переходит и показывает. Я знаю. Давайте я покажу. Мы только попробовали, но мы видим, что он отвлекается. Он поднасытился. Да, больше повторений. Ничего тут сложного нет. Видим, что он понимает. Видим ошибки свои. Видим ошибки собаки. Поэтому главное терпение. И вообще, в целом, круто получается. Молодцы.